Рисовать будем два основных этапа. На первом этапе нарисуем небо и травы. Создадим классный рельеф из объемных мазков. После этого хорошо просушим работу и приступим ко второму этапу. Нанесение цветовых пятен нашего цветущего луга. Начинаем с неба. На небе стараюсь сделать переход сверху вниз, от розового через синий к голубому. Поверху наношу широкие белые мазки облаков. На палитре у меня синий, голубой, розовый и белый. Я добавляю в каждый цвет белила, но не стараюсь тщательно размешать до ровного цвета. Наоборот, я иногда набираю на мастихин сразу несколько цветов и когда наношу мазки на холст, то получаю интересные переходы и градиенты. Иногда с полосками яркого цвета. Я работаю большим мастихином. В такой технике не требуется четкой прорисовки. Работаем с широкими мазками. Внизу создаю травяную подложку для нашего луга. Использую коричневые земляные тона и разные оттенки зеленого и желтый, чтобы светить траву солнышком и даже немного красной охры. Трава будет как бы создавать форму чаши. Высокие листья по краям и короткие стебли в центре. Не жалею красок и создаю рельеф. Оставляю сушиться готовую подложку на целые сутки. Мазки высокие и им нужно время, чтобы просохнуть не только снаружи, но и внутри. На следующий день рельеф полностью высох. Теперь можно приступать к рисованию самих цветов. На палитре у меня лимонный, желтый, оранжевый, красный, пурпурный, фиолетово-красный, немного белил. Сперва рисую красной маке. Я пытаюсь придать мазкам слегка округлую форму лепестков. Но это все мой проклятый перфекционизм. Вообще можно работать просто яркими цветовыми пятнами. И все равно будет красиво. И понятно, что на картине изображено летнее цветущее поле. Далее работаю с синими цветами. Мне нравится вот такая форма цветов, напоминающая ван-чай или люпин. Они чудесно возносятся вверх, добавляя ощущение легкости. У меня нет никакого четкого плана или эскиза. Я постепенно разбрасываю разные цветы по холсту. Иногда где-то добавляю какой-то цвет, если мне кажется, что там пустовато. Субтитры подогнал «Симон»! Иногда я пытаюсь уловить форму какого-то цветка. Например, мне кажется, что эти желтые зонтичные формы чем-то похожи на пижму. Но вообще не преследуют цель сделать каждый цветок узнаваемым. Да мастихинам это довольно сложно передать на таком небольшом формате. Субтитры подогнал «Симон»! Немного дорабатываю маки, добавляю еще красных цветочков. Также чуть-чуть дорабатываю синие цветы, делая их чуть сложнее, добавляя немного фиолетовых и сиреневых оттенков. Оглядев работу, я поняла, что мне не хватает еще каких-то ярких пятен. Я решила добавить немного розового и фуксии. Кстати, вот еще совет. Если какой-то лимит не понравился, его можно убрать влажной салфеткой или ватной палочкой. Вот вам и плюс предварительной просушки подложки. Добавляем еще цветовых пятен. Заполняем все пространство полицветами, но стараемся не переборщить. Добавляем еще немного зелени, стебли, листочков. И в конце доделываем маки. Рисуем им сердцевинки черным и желтым. Сушим картину. Я оставляю на ночь. На следующий день прокрываем картину художеством акриловым лаком. Это позволяет защитить работу и придать краскам яркость и блеск. Очень похоже на масляную жилопись. Вот и все. Картина готова украсить интерьер. Надеюсь, вам понравилась эта техника и вы захотите создать что-либо подобное для себя. Спасибо за просмотр. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на наш канал и творите с удовольствием. Субтитры подогнал «Симон»!